друзья давайте поговорим о тарифах да так много легенд и миф об этом всем тарифы компенсации рынок не рынок друзья мы нет у нас рынка нету потому что если есть рынок то там нет монополии потому что в восточной европе нет никакого газа есть российский газ понимаете российский газ до у может быть у вас и у петя и у ивана но это российский газ какой рынок может быть если другого газа, кроме как российского, там, извините, нет. А, ну, простите, да, мне скажут в Польше, в Восточной Европе, Польша. Да, это единственная страна, троянский конь в ЕС, которая на 100% сидит на скрапленном газе США, просто потому, что она является, да, 50 каким-то там вторым, каким-то штатом США в Европе. Ну, повезло полякам, что же я сделал? Их штатом признали. Штаты признали. А нас? Нас не признали, никаким штатом. Нас тупо выкачивают. Мы банкомат, вот что. Если бы мы были каким-то там штатом, да, ради бога, давайте обсудим, как минимум. Но никто же нам этого не предлагает. Мы просто, извините, какая-то заноза в руках внешнего управления, которым они решают свои собственные вопросы. Надо им там с Россией о чем-то поторговаться? Взяли занозу Украину, подергали, о, смотри, податливее стало, да, поторговались. А нам что с этого? Да ничего, испортили отношения со всеми, и еще и нифига за это не получили. Так что, ну, знаете, так, уже на хлопский розум, как-то говорится. Но, теперь, когда мы говорим о том, что у нас рынок, да, якобы, ага, то есть рынок, ну, хорошо, да, то есть мы же, помните эти заявления? Мы ведьмовывались от Голки Русской Федерации, АЗУ и ТПР, теперь у нас свои газнаш, газнаш, да, газнаш, а газнаш, он на две трети кем добывается? Укргазовое добывание, да? А оно чье? Нафтогаз? А нафтогаз чей? А теперь хорошо, а нафтогаз, вот этот вот газ, Укргазовое добывание, который на две трети добывается государством, оно по какой? Прозрачной схеме продает другим? Ну, якобы, якобы рынку, игрокам? Нет. Как оказалось по документам, поскольку это хозяйствующий субъект нафтогаз, он сам решает, кому, сколько, когда и почем, главное, продать. Одним продам столько-то и подороже, другим столько-то и подешевле. Видите, какой прикольный рынок у нас получился? Нефтегаз и КО, да? Ну, плюс разные прокладочки, которые под видом импортного газа продают нам русский, по сути, так называемый реверсный, хотя просто отобранный из трубы, отобранный русский газ, транзитный. Вот такой у нас интересный получился рыночек, да? А теперь скажите, а почему у нас так тарифы выросли? А-а-а, други мои, мы же в Европу шли, помните? Даже в Конституцию это записали, да? А вы в курсе, что для того, чтобы туда идти условия, которые нам поставила Европа, это третий энергопакет? Так вот, согласно этого третьего энергопакета, да, у нас теперь все должно быть, как в Европе. В смысле, когда речь идет о том, что с нас снять и продать нам? Да-да-да, как в Европе. А что нам заработать и как? Не-не-не, это, пожалуйста, как в Украине. Вот это там и заложено, да. Скажите, пожалуйста, какого лешего вы шлюзы срывали, открывали? Если вы прекрасно понимали, что если стоит с одного боку, значит, стоит большая трехлитровая банка, а у вас маленькая мензурка, и это называется сообщающиеся сосуды, то какого же лешего вы взяли и открыли перемычку, не установив ничего на пути? Кстати, это трехлитровая банка, чтобы, боже упаси, даже хоть одна молекула отсюда от нас не заплыла, поставила кучу заградительных пошлин от нас, кучу, и квоты нам повыставляла и так далее. Ну вот, мы же теперь в Европе, друзья мои, третий энергопакет. Но, к счастью, он не запрещает вводить там субсидии и так далее. А теперь о субсидиях, да. По сути, что сейчас происходит? Вы будете читать там разные сообщения, там, вот эти облгазы там, и газбуты, ох, эти фир-то шейко, о, негодяи, это они. А с другой стороны вам будут говорить, а нафтогаз хороший, да. А другие будут говорить, нет, это нефтогаз негодяи, а мы вот, мы же зависим, они же нам тариф нарисовали в НКРЕКП, мы по нему и продаем. Ну, какой тариф нарисовали, такой и продаем, да. Чем же мы виноваты? Знаете, такая жаба и гадюка вступают в дискуссии о тарифах, да. Где же в этой схеме Украина, да. Где же в этой схеме граждане? А я вам расскажу, где. Они как раз те, у кого два кармана. Вот у вас, не знаю, на юбке, на штанах два кармана, правый и левый. В правом кармане у вас находится то, что вы смогли заработать. Или государство выплатило социальной помощи, не знаю, там, пенсии, там, какими-то пособиями и так далее. То есть, то, что у вас есть, да. Или, возможно, в этом кармане то, что вам передали ваши родственники или знакомые, зарабатывая тяжелым трудом за рубежом. То есть, государство выдавило их отсюда, они поехали работать туда, заработали, передали вам денег, положили в правый карман. Что делает государство? Оно говорит, а сколько, Васеньки, у вас среднее в правом кармане? Вот сколько у вас там денег? По нашим подсчетам, у вас там 10 золотых. 10 золотых. Так вот, пока мы с вас 10 золотых не выемем, а меньше мы не можем, потому что, как мы уже говорили в одной из предыдущих передач, тарифы ЖКХ, тариф на потребление. То есть, вы не должны инвестировать ни копейки в собственную экономику и не давать возможности этим несчастным ФОПам, малому, микро, среднему бизнесу развиваться. Ничего. Нет, вы должны получать по карточке пайку. Вот, что вам там нарисовали, субсидию. Никаких свободных денег. Нельзя, чтобы в экономику их давали. Поэтому, сколько у вас 10 золотых? Значит, все 10 мы у вас изымем. Ага, ну и чтобы вы не сильно вопили, мы изымем 10 и еще 100 гривен сверху. 10 золотых и 100 гривен сверху. А знаете, зачем 100 гривен сверху? Чтобы у вас не было их. А почему 100? А давайте, нет, не так. 10 золотых и еще 5 золотых. 5. 5 золотых. Вы скажете, блин, вы что, охренели? У меня всего 10 вообще. Откуда у меня 15 золотых? Вы же с ума подсходили? А он скажет, а рынок, это же рынок, ну, цена растет, там, Шур и Мур, в общем, формулу вам нарисуют штук 100. Штук 100. Но смысл от этого не изменится. У вас в кармане 10 золотых, у вас забирают 10 и еще 5. И говорят, что это рынок. Какая вам разница, каким формулам вам это рисуют? Вот. Вы говорите, да к нему 10. Тогда с барского плеча говорят, ладно, хорошо, пусть будет не 10 плюс 5, а вот сейчас, поскольку у нас рынок, ну, это адхок процедура. А вот Зеленский, который вообще каким богом к этому всему, прости господи, выходит, и помните, как Порошенко пломбы срывал в прямом эфире? Взял, срывал себе пломбы прямо в телевизоре. Эх, ну, блин, молодец. Мощный президент по столу стучал. А чем Зеленский ходит? Пиво мы, пиво, пиво я тоже хочу пломбу сбить. Бах, сбил, он прям в прямом эфире начинает установить верхнюю границу 6.99. Такое впечатление, что он на базаре продает, знаете, хочет лоха развести. Купи за 7, но за 7 ты педа, а дать 6.99. Такое впечатление, что ты, знаете, ну, реально, как лоха разводит. Ну, хорошо, ладно. Говорит, что? Значит, перевожу на простой язык. Значит, теперь не 15, а теперь 13 золотых с вас. 13. Вот так, да. Говорите, слушайте, ну, вы с ума посходили там? У нас всего 10, повторяем. 10, у нас нету ни 5, ни 3. Я рад, что у вас перемога, что было 15, стало 13. У вас перемога. Мы двумя руками за. Зеленский переможец. Кто ж спорит? Ну, откуда взять еще 3 золотых, товарищи? Как вам? Гундасе, ну, где же эти 3 золотых? Ну, где найти эти 3 золотых? Ну, Зеленский знает, я вам скажу. 3 золотых можно взять из левого кармана. Знаете, что такое левый карман? Левый карман – это субсидии, так называемые. Это то, что доплачивается разница по тому рисованному тарифу а-ля рынка, монопольного рынка. Разница, которая доплачивается потом государством, либо в виде субсидий, либо в виде либо в виде прямых дотаций этим тарифообразователям, из налогов государства. Потому что у государства своих денег нету, нету. Это наши деньги, заплаченные налогами. Наши. То есть, получается, напрямую забирают у вас 10 золотых, рисуют, что вы должны еще 5. Потом появляется Зеленский и говорит, не, я парю них всего лишь 3. А потом эти товарищи приходят и говорят, ну так 3, давай 3. Давай 3 из бюджета. То есть, из другого, из левого кармана вынимай. Вынимай посполитый и давай оттуда еще денег. Поняли? Вас просто грабят из двух карманов. А есть еще прикольнее схема. А потом они приходят весной и говорят, слушай, Зеленский, а ведь закон-то никто не отменял, правда? Закон-то действует, наш рынок, правда? А ты взял, ну и мы вошли в твое положение, сказал, что нужно не 5, а 3. Мы же 5 нарисовали, правда? А ты сказал 3. А кто нам разницу в 2 золотых заплатит? Так вот. Кстати, это уже раз было в истории. Уже было. Совершенно недавно такая штука была. Пришли эти товарищи к админу и компенсировал, потому что те сказали, а мы сейчас пойдем по судам, да-да, в тот самый Европейский суд по правам человека, и вы нам еще больше дадите. Поэтому, друзья мои, а теперь весной. Значит так, 3 мы взяли, точнее было, выставили вам сверху 5, значит, Зеленский спустил до 3. Отлично. 3 мы взяли, значит, 10 мы взяли из кармана посполитого правого. 3 мы взяли из кармана левого через бюджет из налогов. А теперь весной мы придем и еще 2 возьмем. Тоже из левого кармана, из вашего бюджета, иначе мы пойдем в суд и вас засудим. Кстати, по такой схеме тарифы могут быть даже больше, чем весь бюджет Украины. Для того, чтобы загонять страну в кредиты. Вам нужно все равно где-то брать кредиты. Нам же сказали, что эти все нафтогазы и так далее не наши, рудовощи не наши, вообще все не наши. И вообще украинский газ убыточный, вообще все короче, в общем полная трагедия. Всем завернуться в белое просторадло, отдать все деньги и идти на кладбище. Все же очень просто. Ну, а это те, кто не могут работать. А кто может, пожалуйста, уезжайте в Польшу на полунице. Все же тоже как бы просто. Вот как эта схема работает. Друзья мои, выход здесь один. Вы можете назвать меня коммунистом, социалистом, кем угодно. Выход здесь один. Жесткое по принципу Швеции государственное регулирование этого всего рынка, приведение якобы рынка, приведение его в чувство. А лучше, конечно, национализация, выстраивание этого всего в государственную единую систему. Почему? Потому что главная цель государства — создать условия для вашей жизни и развития. Если государство не обеспечивает минимальных базовых потребностей, то такое государство, ну, мне непонятен смысл его существования. Для того, чтобы обеспечить вам хотя бы право на жизнь, а я уже молчу, право на гидное життя, государство должно обеспечить воду, теплую воду, возможность купить вещи, теплые вещи, возможность крыши над головой и многое другое. Если государство этого не обеспечивает и вынимает все деньги из вашего кармана, то это государство, извините, ну, как-то мягко говоря, непонятно, да? Вот. Но давайте не будем обижать государство, оно всё-таки нам нужно, мы его выстрадали и создавали. Давайте говорить о том, что есть власть, которая овладевает нашим государством и украдёт у нас государство. Эту власть избираем мы. В таком случае нам необходимо подумать о том, как нам сделать так, чтобы власть, которая овладевает государством, овладевала этим государством в наших интересах, а не в целях украсть его у нас, да ещё и настроить против нас, чтобы это государство по отношению к нам превратилось в грабителя.